Друзья, всем здравствуйте! Сегодня расскажу о своей машине, это будет второе видео, потому что на этом своем бегемотике проехал ровно я 100 тысяч километров, прошло ровно три года. И хотелось бы рассказать, что может китаец, какие есть у него слабые стороны, а какие все-таки стороны у него сильные и почему Китай может. Конечно, буду рассказывать больше о минусах, чтобы у людей было понимание, если они будут покупать эту машину на вторичном рынке, так как вышло уже новое поколение. Эту машину можно купить только на вторичке. На что стоит посмотреть, на что стоит обратить внимание? Самое первое, то что у меня вышло из строя, буквально через неделю после покупки, это розетка Фаркопа. Она здесь есть с завода, здесь многоточечная, не такие как у нас прицепы, соответственно надо вставлять переходник. Система в машине работает таким образом, что при включении розетки прицепа, либо если вы вставляете в него переходник, машина видит, что что-то в нее подключили и подает уже все напряжение на эту розетку. Соответственно начинают работать стоп-сигналы, поворотники и так далее, все что есть, светогабариты на прицепе. Вышел у меня из строя как раз вот этот датчик, который считывает, что в прицеп, что в розетку что-то вставили. Мне это поменяли по гарантии, как бы все это прекрасно работало, но как только прошло 3 года, ровно у меня кончилась гарантия, этот узел у меня вышел из строя вновь. Покупать его заново я не захотел, так как скорее всего через 3 года он выйдет снова из строя, а стоит он на минуточку около 25 тысяч рублей. Решил свою проблему тем, что подключил провода просто от блока фар и установил обычную нашу розетку. Вторая проблема, с которой я столкнулся на пробеге около 25-30 тысяч километров, это уже болячка, свойственная этому поколению машины, это облом датчика АБС. Идет провод над стойкой, он постоянно вибрирует и переламывается, и переламывается, где находится фишка. Первый раз чинил это у дилера, продержалось это буквально тысяч 5-10 километров, затем сломалось заново. Я разобрался в чем дело, перераспределил нагрузку, чтобы провод изгибался более плавно при работе подвески. Данная проблема все меня больше не беспокоит, проехал около 60 тысяч. На задней оси то же самое происходит, но там датчик обычно этот обламывается в районе 80-90 тысяч километров. Починка у дилера вышла в районе что-то 3 тысяч рублей. Восстановили мне провод, проехал больше 10 тысяч, пока этой проблемы не возникает. Самый большой минус, когда это случается, это происходит обычно на бездорожье, когда идут большие хода подвески. Машина теряет всю электронику и грубо говоря она превращается в заднеприводную машину. Соответственно, если дождь, какое-то бездорожье, эта большая машина становится заднеприводной, она не едет совершенно никуда. Белый потолок, вернее не белый, он серый. И он очень-очень быстро марается. Как видно, у меня он идеально чистый. Но это по другой причине. Второе, начинает облазить руль. Вот в этих местах кожа начинает как будто бы слазить. Тонкий-тонкий поверхностный слой. Но руль у меня идеальный. А почему? Потому что я его перешил. Точно так же, как и потолок, я сделал химчистку. Делаю химчистку один раз в год и потолок идеально чистый. Потолок здесь очень легко отмывается. Даже масляные были следы от оружейного масла. Задевал я стволом потолок, все уходило. Химчистку и перетяжку руля я делал в конторе MG Style. Эта контора давно занимается такими услугами, как химчистка машины, полировка, нанесение керамики, а также перешив руля либо салона. Здесь же могут произвести тюнинг оптики, а именно установку линз в ваши фары. MG Style. Качественная химчистка и перетяжка руля. Проверил лично, рекомендую. Все ссылки будут внизу под этим видео. Соответственно, руль начинает облазить на пробеге в районе 60-70 тысяч километров. По кожаной обивке нареканий у меня нет. Появились, конечно, заломчики, но форма держится. Никаких нареканий, в общем, по салону, по обивке у меня нет. Датчики давления в колесах. Их хватило мне тоже ровно на три года. Вот на пробеге 98-99 тысяч, они даже летом в тепло начали отваливаться. То машина видит их, то машина не видит. Зимой, когда были морозы, это происходило довольно-таки часто. Пока не проедешь километров 30, и шины не нагреются, они не показывают, потому что садится батарейка. Соответственно, датчики надо менять. А менять их, это их надо заказать, их надо поменять, и их надо еще и прописать. Тоже делается, ну, не скажу, что просто. Задние парктроники, они живут своей жизнью. Можно сказать, адекватно они работали 10-20-30. Затем какой-то из датчиков может всегда показывать, что у вас идет препятствие. Либо, когда вы подъезжаете к какому-то препятствию, они начинают срабатывать уже, когда остается реально 10-15 сантиметров. Полагаться на них, ну, полностью, я считаю, нельзя. Только задняя камера, она спасает, и влага у нее очень хорошая качество. Теперь, что касается ржавчины и общего состояния кузова. Ржавчина у меня появилась. Появилась она примерно на пробеге 80-90 тысяч километров. У меня зацвела задняя дверь, а именно у меня где-то в этом месте вспучилась краска примерно с горошину размером, и где-то было под стеклом, тоже буквально со спичечную головку. Вспучилась краска, под ней была точно ржавчина, но у меня дверь была немного помятая от троса. Соответственно, мне ее перекрашивали уже на СТО, и локально убрали те повреждения. К дилеру я не обращался, но, думаю, без вопросов, это бы признали гарантии, так как краска не была еще нарушена, она просто отслоилась, и видно, что была ржавчина. Хром и двери, как были на первых поколениях, абсолютно здесь все прекрасно. Хромированные элементы, как были, такие и остались. Ржавчины на дверях, как было на первом поколении, здесь нет. Следующий слабый элемент, который у меня вышел из строя, но это уже по причине моей эксплуатации, когда я ездил по грунтовым дорогам, где была глина после дождя, грязь наматывалась, совсем не было у меня здесь просвета, грязь прям выходила, и у меня начали отрываться планка. Вот, как видите, планка на бампере, она здесь приварена к бамперу и имеет ширину приварки буквально миллиметр. Она очень-очень тоненькая, и к ней уже крепится подкрылок. Все это дело у меня благополучно оторвалось, подкрылок болтался, пришлось все это уже ремонтировать, припаивать. Сделать без съема это достаточно трудно и держится, если честно, не очень. То же самое можно сказать по защите. Это защита на раздаточной коробке. Первый лист радиатора и двигателя идут стальная защита, дальше идет пластиковая. Как видно, здесь уже куска не хватает, он был оторван и благополучно потерян. А также места у порогов. Где есть пластик, так как у нас пороги пластиковые, достаточно легко ломаются. Теперь, что касаемо подвески, что вышло из строя за 100 тысяч километров. Первый покинул отчат, это стойки стабилизатора передние, вышли из строя где-то на пробеге в районе 60-70 тысяч километров. Затем второй потери были рулевые наконечники на пробеге приблизительно 90 тысяч километров, застучали. И последняя поломка по подвеске, это шаровые опоры нижние. Примерно на 96-98 тысячах тоже появился люфт. Сейчас проехал еще 4 тысячи, уже слышится небольшой стук. Все, я стойки, шаровые опоры заказал, буду их менять. Благо, стоят они достаточно немного. Далее, изменения по кузову. Стал слабее свет. Вот где-то с пробега 90 тысяч начал замечать, что видимый свет ночью прямо сбавил. Сбавил процентов на 20-30, стало хуже видно. Причем пластик абсолютно не затертый, прозрачный. Линза тоже чистая, но, видимо, светодиод в оптике подсел. Вести итоги, мое мнение о машине. Больше всего я переживал за электронику, так как здесь очень много электроники. внутри в салоне, различные датчики. В итоге все это прекрасно работает, проблем не достает. По ходовой, считая, что эти поломки, они незначительные, ресурс прошел очень большой, и проблем здесь я тоже не вижу. По салону. В салоне, в принципе, все мягкое, сверчков особо не появилось. В двух местах есть на потолке, иногда при определенных температурах сверчки появляются, но не досаждает это. Все остальное, в принципе, нормально. По эксплуатации, в общем и целом, на вне дорог машина, в принципе, едет, но едет, когда сухо. У нее очень большая артикуляция подвески, глубокие ямы, рвы. Спокойно она все преодолевает. По снегу, в принципе, едет тоже достаточно хорошо. По грязи здесь уже есть нюансы тем, что машина все-таки тяжелая, и чтобы она более-менее хорошо ехала, ей нужна резина МТ. Я перешел со штатной, купил уже АТ-резину, казалось, у нее более злой рисунок, но все равно она очень быстро замыливается, зацепа не хватает для этой массы. Соответственно, куда-то сильно лезть, особенно в одного, в дождь на этой машине не хочется. Ну а также низкий пластик, и его обилие не предполагает то, что мы будем штурмовать прямо суровое бездорожье. О всем, о чем я не рассказал, то есть о двигателе, трансмиссии, коробке, не рассказал, потому что проблем совершенно никаких не возникло, масло не расходуется, поэтому мне нечего рассказать, все прекрасно работает. На этом все. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пишите комментарии. На этой машине я еще продолжаю ездить как минимум 3-4 года. Что-то, если случится, буду пополнять в комментариях свой список. Если у вас есть какие-то замечания по этой машине, что вы ее тоже эксплуатировали, но не озвучил я этого, напишите, чтобы все люди знали, что с этой машиной может случиться. На этом все. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.